Следует добавить, что количество изъятого у школьниц вещества приравнивается к крупному размеру, поэтому лишение свободы им не избежать. Девушкам грозит от 4 до 8 лет тюрьмы. Тему профилактики наркопотребления, в том числе среди молодежи, обсудили в Доме Советов на заседании антинаркотической комиссии, которое провел начальник областного УВД Григорий Кулик. Председатель областного комитета здравоохранения Ольга Новикова в своем докладе важную роль отвела профилактики. За умы и трезвые помыслы молодежи сегодня борются более 270 различных клубов и секций. В них занимается свыше 9 тысяч подростков. Положительную роль играют различные акции. Статистика говорит о том, что результаты есть. У нас за последние три года снижение первичной регистрации наркозависимых превысило 29%. Составило по итогам 2016 года 8,3 случаев на 100 тысяч населения. При этом показатель Центрального федерального округа за тот же период 9,6 на 100 тысяч населения. Серьезной угрозой остаются так называемые дизайнерские наркотики, которые распространяются бесконтактным способом и вызывают сильнейшую зависимость. Последующая реабилитация – дело весьма сложное и финансово затратное. В 2017 году на социальную реабилитацию направлены в реабилитационный центр Вершинокурска 4 наркозависимых. И сумма средств, которые затрачены в 2016 году, это было 360 тысяч рублей. В 2017 году – 160 тысяч рублей. Еще одна тема заседания – борьба с доставкой наркотиков в места лишения свободы. В криминальной смекалке преступникам не отказать. На сегодняшний день пытаются применять какие-то технические новшества. Это арбалеты, это какие-то рогатки. В этом году пытались применять даже квадрокоптеры для доставки запрещенных предметов. Специалисты отметили – Курск вошел в число субъектов, где с этой проблемой борются успешнее всего. Александр Юров, Геннадий Воробьев, телеканал СЕИМ.